Сегодня хотелось бы поговорить о следующих словах. И не оставляй намеренно предписанную молитву. Поистине тот, кто оставил намеренно молитву, к тому не относится покровительство Аллаха. И об этом было сказано уже довольно-таки много. Однако, немного напомню и скажу. Кто намеренно оставил хотя бы одну обязательную молитву, то есть намеренно пропустил молитву или оставил молитву, к тому не относится покровительство Аллаха. А что же тогда говорить о тех людях, кто полностью оставляет молитву? Что же тогда говорить о том, кто целиком оставил молитву? И ученые имеют два мнения относительно того, кто полностью оставил молитву. Первое из них — это то, что оставивший молитву становится неверным. И таково мнение большинства сподвижников. Да будет доволен имя Аллах. И сторонники этого первого мнения не разделяют между тем, кто оставил молитву, отрицая ее обязательность, и тем, кто оставил ее, линясь исполнять ее. И представители первого мнения не делают такого разделения, а выносят решение о неверии того, кто полностью оставил молитву, отрицая ее обязательность или не отрицая. Второе же мнение. Здесь ученые разделили и сказали, кто оставил молитву, отрицая ее обязательность, тот стал неверным. И они были единодушны в этом мнении. Если же человек признает ее обязательность и ее предписанность, однако оставил ее, ослушаясь и проявляя лень, то он является грешным мусульманином, не выходящим из религии, то есть не становится неверным большим неверием, которое вывело бы его из религии. И я всегда говорю, я не желаю затягивать упоминания, аргументы каждой из двух сторон ученых, которые вынесли решение в отношении человека, который оставил молитву, как назвавших его неверными, так и назвавших его грешниками. Однако я обращаю внимание мусульман и тех, кто себя относит к исламу, к следующим словам. Согласен ли ты, о мусульманин, который относит себя к этой религии, согласен ли ты быть, я имею в виду того, кто оставил молитву, согласен ли ты быть предметом разногласий между двумя группами ученых, одна из которых считает тебя неверным, другая грешником. И я не даю оценку этому разногласию. Нет. И я не желаю сейчас доказывать правильность одного из этих двух мнений и неверность другого. Однако я обращаю внимание мусульман к следующим словам. Согласен ли ты, о мусульманин, который относит себя к этой религии, согласен ли ты быть, я имею в виду тех, кто оставил полностью молитву, согласен ли ты быть предметом разногласий, между двумя группами ученых, одна из которых считает тебя неверным, а другая грешником. Мне достаточно привести один или два аята, один или два хадиса. Всевышний Аллах сказал в отношении соблюдения и молитвы, сказал повелевая, а повеление означает обязательность, кроме как если будет указание на то, что повеление означает желательность. Оберегайте молитвы, и особенно среднюю, послеполуденную молитву, и стойте перед Аллахом смиренно. А также он сказал, каждый человек является заложником того, что он приобрел, кроме людей правой стороны, в райских садах. Пусть Аллах сделает нас и вас среди них. О, Аллах, сделай нас среди первых и опередивших. О, милосердных. Каждый человек является заложником того, что он приобрел, кроме людей правой стороны, в райских садах. Они будут расспрашивать друг друга о грешниках, что привело вас в преисподнюю. Что же такое преисподня? Как говорит Коран, откуда ты мог знать, что такое преисподня? Она не щадит и не оставляет. Она сжигает кожу, и над ней двенадцать ангелов. О, мой Аллах. Посмотри на описание Корана преисподней. Ада. Что привело вас в преисподнюю? И они скажут, мы не были в числе тех, кто совершал молитву. И это будет первый ответ обитателей ада. Они скажут, мы не были в числе тех, кто совершал молитву. А также великий Аллах сказал, после них пришли потомки, и я прибегаю к Аллаху от таких потомков. После них пришли потомки, которые перестали совершать намаз, потакать желание, и все они понесут убыток. Аль-Гай в арабском языке означает серьезную угрозу. Мать правоверных Аиша дала такое объяснение, что Гайя — это долина в аду, и нет силы и мощи ни у кого, кроме как у Аллаха. И после них пришли потомки, которые перестали совершать намаз, и стали потакать желанием, и все они понесут убыток.